как сделать студийный свет максимально дешево привет в этом видео мы рассмотрим 2 способа и первый способ самый простой это просто купить светильники с пружинными креплениями и использовать их для освещения студии второй способ это из подручных материалов сделать светильники самому я для подсветки решил использовать схему из четырех светильников и поэтому собрал для себя 4 светильника далее я просто опишу процесс сборки и первое что нам понадобится это желательно круглые подставки их можно выпилить из какого-нибудь материала например дсп дерева osb и подобные материалы в круглых подставках по возможности равномерно размечаем отверстия и сверлим эти отверстия в дальнейшем в эти отверстия мы закрепим стойки опоры для изготовления стоек опоры я решил использовать обычные ветки оставшиеся после обрезки деревьев единственно постарался подобрать более-менее ровные напилить их нужно равной длины и зачистить с одной из сторон буквально 357 сантиметров далее на зачищенную часть надеваем термо кембрик или заматываем изолентой если мы использовали термо кембрик обжигаем его на газе термо кембрик дает усадку и плотно зажимают древесину получается вот такая картина далее по центру нашей опоры со стороны термо кембрика просверливаем отверстия диаметром около 3 миллиметров в отверстия на несколько оборотов закручиваем шуруп и отрезаем у шурупа головку теперь при помощи резины от камеры скрепляем три наши опоры на расстоянии примерно 20-30 сантиметров от подставки на подставку прикручиваем светоотражающий материал можно использовать например оцинкованный лист железа лист должен занимать половину окружности и высотой быть примерно 30 сантиметров следующий этап это изготовление электрических светильников для этого нам понадобится небольшой кусочек листового материала толщиной от 8 до 20 миллиметров обычный патрон для лампочки провод вилка лампочка и кое-какой инструмент провод нужно взять многожильный каждый из проводков прикрепить к отдельному контакту на патроне для лампы завязать провод в узелок для того чтобы случайно его не выдернуть если вы вдруг дернете за провод и чтобы не было нагрузки на контакты затем необходимо вырезать круглую либо квадратную дощечку которая по диаметру или по размерам будет больше чем основание патрона далее мы зачищаем нашу подставку и прикручиваем на нее патрон естественно если у вас шурупы вылезли сквозь вашу подставку с другой стороны то шурупы нужно спилить естественно с обратной стороны провод нужно соединить с вилкой отдельный проводок на отдельный контакт вилки теперь вкручиваем лампочку и все светильник готов теперь одеваем подставку на опоры ставим на подставку светильник и наш светильник для видеостудии готов двигая светильник на подставке мы можем изменять рассеяние и концентрацию света на этом все. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, жмите лайки и удачи в сборке. Всем пока!